Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Евгения Долгова. Евгения, здравствуйте. Спасибо большое, что вы вновь к нам пришли. У нас приятная лекция сегодня для нашей аудитории, для нас с Романом, конечно же. Мы будем говорить об институтах красной профессуры. И об истории образования в 1920-е годы. О том, как она трансформировалась, как она изменилась. О том, что произошло с научным сообществом и прочим замечательных вещах. Мы можем проследить все те люди, которые любят и обожают роман «Мастер и Маргарита». Чего читали. Там есть яркая такая фигура, герой. Ну, это первая ассоциация, очевидно, с институтами красной профессуры. Как раз действительно Иван Бездомный, который в финале «Мастера и Маргариты», является выпускником и профессором истории в институте красной профессуры. И очень часто с этой легкой подачи Булгакова институты красной профессуры трактуют как какое-то высшее учебное заведение для тех, кто не вполне разбирается в истории и тех, кто довольно быстро стал профессором. В принципе, это тоже такой историографический штамп возможен. Профессор Экстерн такой. Профессор Экстерн, действительно. То есть за несколько лет из Ивана Бездомного он стал Иваном Панаревым, профессором истории института красной профессуры. Иваном Николаевичем. Иваном Николаевичем. Конечно. Прекрасно. Там есть даже учество. Давайте так. Ну, охарактеризуйте нам специфику тех студентов. Хорошо. Как они появились, что было до этого. На самом деле все было очень и очень интересно, потому что институт красной профессуры это такая яркая и фокусная точка в истории образования в 1920-е годы. Дело в том, что, насколько я думаю, что наши слушатели помнят, в 1918 году, 1 октября, был издан замечательный декрет об отмене ученых степеней и званий. До 1917 года. Долой. Долой. Объединим. Сделаем, будем относиться с равным уважением к студенту и к профессору. До 1917 года была замечательная традиция. В русских, в российских университетах существовала такая разветвленная система аттестации научных кадров. Были магистры, были приват-доценты, экстраординарные профессора, ординарные профессора и прочие замечательные вещи. А с 1918 года все ученые степени званий отменили. Все замечательно. Объявили общероссийский конкурс и потребовались новые профессора, новые научные кадры, которые могли прийти в науку. А прежние нельзя было переаттестовать, как, например, милиция, полиция? Да, да, замечательно. Хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что переаттестовать их можно было, но они должны были отвечать определенным характеристикам, которым они вполне отвечали. То есть марксизм и ленинизм не каждый мог сдать. Ну, во-первых, интернационал они действительно не пели, как вы понимаете, после 1917 года. С другой стороны, они все относились к замечательному социальному сословию из бывших, так называемых. То есть это были большей части дворяне, какие-то очень обеспеченные разночинцы. Это были люди, преуспевающие до 1917 года. Конечно же, они остались на командных постах в том числе. И научное сообщество очень защищалось. Но одновременно власти был инициирован в 1921 году замечательный проект создания новой когорты, новой генерации профессоров, которые уже будут наши, советские. И будут они происходить из крестьян, из рабочих, и будут они нести светлое знамя марксизма в народной массе. Ну, кроме этого знамени, они что-то еще несли, например? Знания. Ну, на самом деле, знания. Дело в том, что, конечно, я все упростила и немножко дала какой-то поверхностный обзор, но ситуация была гораздо сложнее. Дело в том, что Институт Красной Профессуры был нацелен, идея Института Красной Профессуры была нацелена в целом на реформирование системы образования. На то, чтобы сделать его общим доступным, на то, чтобы сделать высокий степень... Раньше оно было элитарным, да? Да, да. Любой мог получать по факту образование. Ну, то, что любой, проще. Безусловно. Дело в том, что, скажем так, если до этого образование и ученые степени, ученые звания представляли из себя закрытую систему, и попасть в нее было достаточно трудно, например, если вспомнить Ивана Петровича Павлова, нашего знаменитого физиолога, то он получил звание профессора, ну, мягко говоря, через три года после Нобелевской премии. До этого он был приват-доцентом. А это уже совершенно другие положения. Что, дорогие друзья, дальше в положениях истории вы узнаете, если останетесь в компании Страны ФМ. Не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Друзья, кандидат исторических наук, доцент Евгения Долгова сегодня в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Если вы любите историю, но вам лень ходить на уроки истории, может быть, по какой-то причине вы прогуливали пары, вот смотрите, слушайте Страну ФМ, наверстывайте. Да, мы продолжаем. Говорим про советское время. И мы говорим про институт. Про институты, да. Какие они были. Качество образования в этот период падает? Нет. Дело в том, что если мы обратимся к истории, то 1921 год – это год основания института красной профессуры и год такого административного приказа о том, что нужно набрать студентов и зачислить них. Кто оказался в институте красной профессуры? Дело в том, что первый набор был с высшим образованием, а вот остальным наборам не повезло, потому что, конечно, найти рабочих и крестьян, которые оказались бы в институте красной профессуры, да еще и с высшим образованием, было невозможно. И, конечно, этим несчастным людям, которые оказались с 1921 года в институте красной профессуры, ну, приходилось довольно сложно, потому что им за короткий период времени, три года позднее, срок был увеличен до четырех лет, им приходилось наверстывать очень и очень многое. И, конечно же, никто не принимал во внимание то, что порой у них было даже неоконченное высшее образование. И, может быть, даже у некоторых не было этого высшего образования в принципе. И, безусловно, на качество образования это оказывало свое влияние. Кроме того, можно учитывать и то, что программы были не вполне разработаны, учебные программы, учебные планы. Нужно учитывать и то, что преподаватели в институте красной профессуры занимались совмещением, то есть одновременно они работали. Один преподаватель у меня работал одновременно в пяти вузах. И, конечно же, это оказывало влияние на качество читаемых лекций. Коноводство преподавало химию, да, что-нибудь такое? Нет, он читал все по своей специальности. Просто много мест работы было. Безусловно. И, кроме того, здесь же было еще такое клише, что в институт красной профессуры в свое время набрали недоучившихся студентов. И у профессуры было своеобразное отношение. То есть они считали, что им нужно давать все не в полном объеме, немножко легче, чем для других специальностей. Попроще. Да, полегче. И в конечном итоге, конечно же, неразбериха в институте красной профессуры была. Но мы можем вспомнить многих ученых, которые из этого института красной профессуры вышли. Скажите, пожалуйста. В принципе, хорошими они были, замечательными. Один из ярких советских историков, милиция Нечкина, замечательный директор института этнографии, Ефим Абрамович Мельштейн и прочие личности. Но, скорее всего, они не из крестьян были, предположу, нет? Нет, дело в том, что в институте красной профессуры быть не из крестьян было довольно сложно. Но здесь вопрос очень хороший, потому что вы на самом деле попали в точку. Дело в том, что по уставу института красной профессуры все-таки процент рабочих и крестьян должен был быть обеспечен, в первую очередь рабочих. Но очень часто приемные комиссии заменяли понятие социальное происхождение понятием социальное положение. И это была замечательная лазейка для тех, кто мог поступить в институт красной профессуры. То есть неважно, кем ты был до 1917 года. Сейчас это пролетарий, советский, наш и так далее. Евгения, а как вообще крестьян мотивировали туда идти? Зачем это им надо было? Или такого понятия не было, мотивация? Нет, было очень интересно. Дело в том, что институт красной профессуры был своего рода мобилизационным, замечательным проектом, куда направляли на обучение тех студентов, кого местные политотделы считали способными к обучению и к высокой должности профессора. В первую очередь искали, конечно, не из крестьян, а из рабочих. Это был наиболее привилегированный слой. Во-вторых, у них должен был быть партстаж. В-третьих, у них должно было быть опыт административной работы. То есть местные политотделы отправляли учиться в институт красной профессуры. Но вот здесь вот есть замечательная вещь. Я думаю, что все мы прагматики, мы прекрасно понимаем, что местные политотделы далеко не всегда хотели отправлять талантливых и замечательных людей куда-то на обучение в Москву, просто потому что... Отдавать кадры. Отдавать кадры. И очень часто они отдавали не очень хорошие кадры. Да, да. От кого-то избавиться надо. Вот все отправили. Конечно. То есть они писали замечательные характеристики, и человек ехал на обучение в институт красной профессуры в Москве. И там уже возникали другие проблемы с их квалификацией. Небольшая рекламная пауза у нас впереди. Друзья, хочу напомнить, у нас в гостях сегодня Евгения Долгова, кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета. Вы тоже можете задавать свои вопросы. У нас исторический ликбез. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ» вам помочь. Так что пишите. Мы ждем. Скоро вернемся. Мы сегодня говорим, друзья, об истории. Мир истории нам открывает кандидат исторических наук Евгения Долгова в гостях у «Страны.ФМ». Спасибо. И хотелось бы понять. Вот мы говорили о том, что появились уже новые профессора. Что стало со старыми? Люди, которые учились всю жизнь. Да, да, да. Прекрасно. И это очень интересно на самом деле, потому что именно 20-30-е годы — это своего рода такой вот... Я не могу сказать, что это генерационный слом, поколенческий слом, но это очень интересное взаимодействие двух волн профессорско-преподавательских. Есть еще старые профессора, которые действительно еще являются сильными игроками в научном поле. То есть те, у кого сложился их академический, научный, социальный статус до революции 1917 года. Сразу образ вырисовывается профессора Преображенского. Преображенского, конечно. Это профессор Преображенский из «Собачьего сердца». Его, кстати, ученик Барменталь и другие... Иван Арнольдович. Иван, вот, замечательный Иван Арнольдович. И, конечно же, другие те образы профессоров, которые отображены в русской литературе XX века. Но при этом появляются и новые профессора. Что стало со старыми профессорами? Вы знаете, практически ничего, потому что в 1920-е годы нужны были специалисты, их называли так буржуазные специалисты, которые должны были воспитать вот это новое поколение красной профессуры. И те профессора, которые работали, занимали свои какие-то высокие позиции, те, которые пользовались авторитетом за рубежом, они фактически остались на своих позициях. И, естественно, это было очень интересное взаимодействие этих двух волн. Потому что, когда в 19... Например, в Институте красной профессуры на экзамен приходили студенты, и профессора задавали им какие-то вопросы, потому что им казалось, что звание профессора, пусть даже красного, для того, чтобы его получить, необходимо приложить ряд усилий. Они-то учились для этого всю жизнь, а тут за три года экстерном человек получал это звание. И некоторые экзамены были довольно строгие. И студенты шли жаловаться в учебный отдел и объявляли, что профессор буржуазный, он принимает строго, он к нам не относится. И мне в документах встречалось очень интересное описание этой ситуации. Учебный отдел отвечал, что они буржуазные специалисты, мы знаем и без вас. Когда вы замените их на скамьях, тогда мы будем слушать, а сейчас идите и сдавайте экзамены. А, ну то есть все равно их заставляли учиться? Конечно, конечно. Уровень держать. Да, рационально-прагматический подход был и тогда. И старые профессора работали в том числе и в Институте красной профессуры. В отличие от студентов, для них не требовался ни партийный стаж, ни, в принципе, членство в партии. Если мы посмотрим списки профессорско-преподавательского состава Института красной профессуры, то мы можем заметить, что на 70%, даже на 80% он беспартийный. И при этом человек мог быть профессором, доктором наук. После 1934 года, когда ученые степени звания восстановили. Но при этом не состоять в партии. И у него, в принципе, все было в карьерном отношении замечательно. В 20-30-е годы какое соотношение мужчин-женщин было в университетах? В университетах, вы знаете, здесь вопрос не количественного соотношения, а качественного. Потому что женщины, могу ошибиться, примерно 30%. Но дело в том, что они занимали невысокие карьерные позиции. Это абсолютно точно. Как правило, это младшие научные сотрудники, иногда даже исполняющие обязанности младших научных сотрудников, то есть те, кто не соответствовали. Очень редко они дорастали до старших и до доцентов. Выше доцентов, то есть профессорские звания у единиц буквально. У нас Софья Ковалевская, это вот... 19-й век. Да, 19-й век, и профессуру она получила за рубежом. То есть у нас ее профессору не давали. И, например, ну очень интересно, вот как раз ваш вопрос о положении женщин. Ну да, в университетах интересно. Хорошее. Мы на одной из прошлых передач его касались. Дело в том, что почему женщины пришли в университет. И с каких позиций, с каким бэкграундом культурным женщины пришли в университет. И зачем? Говорят многие мужчины, профессоры. Ну зачем все понятно? Зачем они пришли? Потому что после 1917 года им пришлось зарабатывать. Ну конечно. И они оказались включены в производство. Плюс еще практика разводов, практика и так далее. Они стали... Состоятельными делениями. В конце концов, у некоторых женщин голова работает лучше, чем у некоторых мужчин. Они решили, почему нет. Ну да, наверное. Но им потребовалось какой-то этап пройти до этого. Сложно было. Пробелы убирать. Убирать действительно пробелы вот этого псевдовысшего образования, которое до 1917 года было для женщин. Я имею в виду высшие женские курсы. Хорошо. Итак, после 1917 года женщины приходят в Институт Красной Профессоры. И приходят они на должности преподавателей, как и не странно, иностранных языков. Потому что они были дворянками. И иностранные языки они знали великолепно. Да. У них был опыт проживания за границей. У них было идеальное произношение. И очень много женщин, например, работало не только в Институте Красной Профессоры, но и на курсах НКВД. Что было дальше, дорогие друзья, оставайтесь в компании «Страна ФМ», узнаете. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна ФМ». Мы продолжаем, дорогие друзья, в программе «Наука и технологии». У нас сегодня Евгения Долговая, кандидат исторических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета. Мы говорим сегодня об Институте Красной Профессуры. У меня такой вопрос сразу. Женя, вот скажите, получается, такое расслоение получилось, тех, кто... Новых и старых, вы имеете в виду, поляризация такая некоторая. В знании, есть определенные пробелы у новых студентов. Безусловно. Да, и так далее. Изучали ли вы такой вопрос, как они чувствовали себя? Ну, имеется в виду, даже с психологической точки зрения. Это же стыдно, как минимум. Или вот эти вот чувства, они не культивировались, а наоборот наглость брала свое? Вы знаете, а наглости не было. Был яркий коммунистический задор. И желание все освоить в три года. Вот это действительно было. Реально ли это? Нет, нереально. Но когда объясняли, что, в принципе, вы уже через три года станете полноправными профессорами и замените ваших старших коллег, товарищей, ну или как это, с другой стороны, буржуазных специалистов, то очень многие действительно работали серьезно и на полную самоотдачу. И тем более, если мы вспомним, я на самом деле очень восхищаюсь отдельными из этих людей или ими в целом, потому что, конечно, когда они приезжали в Москву, в институт красной профессоры, я не могу сказать, что они оказывались в каком-то привилегированном положении. Безусловно. Хотя, как ни странно, в институте красной профессоры, например, слушателям платили зарплату наравне с преподавателями. И она была одинаковая. То есть было одинаковое обеспечение и у них, и у профессоров. Но за них платили, например, квартплату. Их должны были обеспечивать общежитиями. Но общежитиями их не обеспечивали. И давали им в лучшем случае койко-место. А вот эти студенты, которые приезжали, они были не вполне по возрасту студенты. То есть многим из них было 30-40 лет. Самый возрастной из них встретился мне на момент окончания института красной профессоры. Ему было 47 лет. То есть говорить о каком-то генерационном срезе я бы не стала. И у этих слушателей были семьи, которые они хотели, конечно, на три года перевезти с собой в Москву. Потом они хотели остаться. И с жилплощадью были очень и очень большие проблемы. И жили они иногда несколько человек на 8 квадратных метрах. И как можно было в таких условиях еще учиться, стремиться, пытаться заниматься наукой, для меня, честно говоря, загадка. Библиотека действительно ходили по воспоминаниям милиции Нечкиной. Она из библиотеки, конечно, в момент обучения своего в институте красной профессоры буквально не выходила. Но были и другие. Были те, кто отбывали повинность, конечно, которых отправили на обучение. И которые понимали, что скорее все это закончится, и мы поедем либо назад, либо останемся где-то на административных должностях в Москве. Что скорее всего. Скажите, пожалуйста, а вот вопрос у меня такой. Значит, эти люди, они могли работать в Москве, но могли и вернуться уже, получив высшее образование. Нет. Дело в том, что там была система распределения. А, то есть уже их отправляли. Да, конечно. Институт красной профессоры предполагал систему распределения. И очень часто выпускников отправляли... Они должны были формально занять места и кафедры профессоры. То есть они должны были работать в вузах, они должны были быть научными сотрудниками. Но очень часто их использовали... То есть старые просто преподают, а эти будут руководить ими? Нет. Либо их замещали в идеале, они должны были заместить их. Но очень часто выпускников института красной профессоры использовали в административных перемещениях. Например, мне очень нравится история Ефима Абрамовича Мельштейна, который в 1932 году закончил институт красной профессуры. Его сразу поставили заместителем директора института красной профессуры истории. Год он проработал, потом вследствие какой-то истории его переместили первым секретарем горкома Махачкалы. Там он проработал еще пять лет, и позднее его переместили уже директором Государственного этнографического музея в Ленинграде. Вот такой карьерный трек, такая интересная траектория. Но были ли они эффективны? Мне кажется, с точки зрения административных усилий, да, безусловно. Звучит человек. Ну, плюс навык тайм-менеджментов, плюс навык эффективных, конечно, плюс вхождение в систему и прочие вещи. С точки зрения науки, с точки зрения преподавания оставалось, вы правильно сказали, не так много в этой системе. И в этом случае можно сказать, конечно, что институт красной профессуры немножко работал в холостую в этом отношении. То есть его главная задача не удалась. Не удалась. Ну, с точки зрения количественной, нет. Дорогие друзья, что касается института красной профессуры, мы об этом чуть позже. Сейчас у нас другая цветная история. Черное солнце. Песня, которая появляется только-только в эфире Страна ФМ. Давайте посмотрим, давайте послушаем. Ну, и потом, так сказать, будет какое-то мнение у нас. Вернемся совсем скоро, да. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна ФМ. Дорогие друзья, не только пролетарии бывают красными, красными бывают и, ну, по крайней мере, были еще и профессора. Об этом мы сегодня говорим. Кандидат исторических наук Евгения Долгова в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Профессора старые, профессора новые. Ну, был же какой-то период, когда они наконец-то... Сошлись. Да, сошлись. Схватки. А с хватки не было. И потом степени вернулись уже. Да. Правильно? Да. Дело в том, что вы говорите именно об этой административной неразберихе, когда в один прекрасный момент вот с военным коммунизмом все стали равны, степени званий отменены. Но в 1934 году действительно ученые звания степени вернули. А почему? Потому что научная система квалификации, система аттестации научных кадров, это система в том числе упорядочения научного сообщества. И, конечно же, система уже советская, она в какой-то степени выкристаллизовалась. Уже необходимо, нужно было уже систематизация порядок. Что бы ни было бардака, сказал Сталин. Да, совершили ошибку. Совершили ошибку. Совершили ошибку. И плюс уже пришли к выводу о том, что новые кадры достаточно сформировались, и уже можно действительно их аттестовать. Но в 1934 году действительно ввели привычные нам звания, ученые степенью и звания. То есть кандидат наук, доктор наук и доцент-профессор. То, что у нас существует и сейчас. Были отдельные звания для научных учреждений, но не будем о них. А педагогические были такие. И вот в 1934 году, когда система неожиданно упорядочилась, возникла большая проблема. Потому что, как вы понимаете, система аттестации, получения научной степени, это система защиты диссертации, система наличия научных. А их у многих профессоров и научного сообщества не было. А аттестовывать их пришлось. И с 1934 по 1937 год существовал такой переходный период, когда ученые степени и звания давались так называемой без защиты диссертации. Авансом? Ну, по совокупности научных трудов, по известности и прочим замечательным сюжетам в научном поле. Но многие выпускники Института Красной Профессуры это звание профессора получили без защиты диссертации. В 1935 году. Хотя для них вот это введение в 1934 году возвращения степени и званий стало большим ударом. Потому что оказалось, что выпускники Института Красной Профессуры просто не соответствуют. То есть они оказались, попали в странную категорию профессоров, при этом у них не было звания ни доктора, ни кандидата. И вузы уже не так охотно их брали. И писали они с ошибками. И писали они, ну, некоторые, да, с ошибками. И кроме того... А это непоказательно. Сейчас какой-то профессор может ошибку совершить. Он же в другой области спец. Вот так они и говорили, да? Ну нет, ну так и есть. Ну правда же. Ладно, не отходим от этого. И с 1935 года действительно некоторым красным профессорам дали звание доктора без защиты докторской диссертации. Это была такая маленькая победа. Но это по ним очень сильно ударило. Ну что касается отраслей промышленности, какая выиграла, какая проиграла от того, что вот был такой скачок? Вы имеете в виду... Мышностроение легкое, промышленность. Для кого это был качественный рывок? Плюс где-то я получился. Вы имеете в виду изменения в образовании? Вот в целом 20-е годы. Да и в экономике вообще. Ну, страна стала лучше жить в чем? Да, да. В принципе, сейчас спасибо, вы вышли на интересные как раз приоритетные направления. Дело в том, что мы должны говорить о том, что в целом произошел количественный рост, резкий количественный рост научных работников. То есть из такого частного занятия наука стала супермощной индустрией. И уже ученый, это был не тот, кто работает в своем кабинете и пишет статьи, но тот и читает книги для самого себя, и только ему интересные. Но ученый должен был уже быть вовлечен в производство. Если мы говорим об Институте Красной Профессоры, то это прежде всего учебное заведение в сфере гуманитарных дисциплин. Это социогуманитарное знание. А если мы говорим о приоритетных направлениях, то с 20-х годов выиграла экономика, сельское хозяйство, выиграла педагогика. Вот как ни странно, действительно, оно было одной из тех отраслей, в которые большевики экономически вкладывались, можно это так назвать. Выиграли естественные науки, естественные дисциплины. Мышиностроение. Конечно, да, потому что индустриализация. Практики пришли. Да, особенно с конца 20-х годов. 30-е — это период индустриализации, внимание к тяжелой промышленности, промышленности группа А. Игорь Сикорский когда уехал за границу? Тот, кто сделал потом вертолеты все в США. В 30-е, насколько я помню. Скажите, вот этот период весь, получается, государство спонсировало активно этот весь переход, обучение вот этого пролетариата? И насколько успешно и неуспешно оказалась вся эта идея? Хорошо. Дело в том, что... Но ведь много денег на это ушло. Возникла идея, все, убираем старых... К сожалению, много ушло на это денег. И не только денег, но и инфраструктурных положений. Потому что когда Институт Красной Профессуры в 1921 году только появился, он был назван спецпроектом, мобилизационным проектом. В 1927 году ему дали даже статус предприятия с учреждения союзного значения. Это новое финансирование. И прежде всего, конечно, финансирование огромное. Финансирование на зарплаты слушателям, на зарплаты преподавателям, на формирование библиотечного фонда, например, библиотека Института Красной Профессуры. Так же, как и крупнейшие библиотеки имела обязательный библиотечный экземпляр, в том числе иностранной, имигрантской прессы, и прочих замечательных вещей. Это комплекс зданий. Это гигантское по своим количествам строительство общежития на Большой Пироговской улице. Я думаю, что вы его хорошо знаете. Это дом коммуна на Пироговке. Гигантское вложение. И, к сожалению, оно мало окупилось. Например, история с общежитием закончилась тем, что, когда построили этот комплекс зданий, оно молниеносно оказалось заселено теми, кто к Институту Красной Профессуры даже не имел никакого отношения. Как же так получилось? Ну, так получилось. Там жили даже, например, родственники Багратиона, как ни странно. Вот в одной из докладных записок писали, что княжна Багратион проживает в общежитии Института Красной Профессуры. Учислятся комендантом общежития. Да, комендантом. Нет, на самом деле вселяли, конечно, по докладным запискам. Директоров вселяли по докладным запискам и других командного управленческого состава. Но здесь мы должны учитывать еще такой момент, что очень многие выпускники Института Красной Профессуры, те, которым посчастливилось остаться в Москве, например, в издательствах, газет, редакции, они не торопились покидать общежитие. Просто потому, что они считали, что у нас коммунизм, каждый имеет право на жилую площадь. И если мы окончили Институт Красной Профессуры, если мы еще и работаем в правильном коммунистическом учреждении, почему мы должны уходить? — Молодцы. Идеологию в свою сторону повернули. — Безусловно. И, например, в 1935-1937 годах, уже перед самым закрытием, был грандиозный скандал, когда количество студентов, слушателей, проживавших в общежитии, оказалось настолько велико, что под угрозу был поставлен уже новый набор. То есть все, система уже не могла заселять людей, и им уже были препятствия. — А им стипендии платили? — Сейчас расскажу. Да, конечно, они получали. Это были не стипендии, это было жалование. Сейчас я скажу о нем. Но в 1935 году началась волна выселений. И вот эти выселяемые начали писать письма Сталину. И одно из этих писем дошло до Сталина. — Ух ты! — Да, его напечатали в газете «Правда». И после этого как раз в общежитие пришла большая хозяйственная проверка, которая выявила факт нецелевого использования. Там даже они обвинили в том, что ремонты на сторону проводили. Ну, то есть замечательные вещи, которые актуальны на сегодняшний день. — В общем, да, уже современными методами действовали тогда. — Конечно, конечно. А то, что ваш вопрос относительно стипендий... — Ну да, стипендии, жалования. — Дело в том, что со стипендиями и зарплатами была ситуация замечательная. Выпускников и преподавателей института «Красная профессора» — это было то, что мы называем очень хлебное место. Потому что их приравняли по тарификации бюджета, их приравняли к работникам ЦИК. То есть у них был высший 17-й партийный разряд. И в самом начале первые три года, когда проект только запускался, они получали очень серьезный финансирование. — С этого, Евгения, надо было начинать. А мы спрашиваем, зачем они поехали, какая мотивация. Вы сразу бы про ЦИК рассказали, про категорию. — Да, но потом это немножко... С 24-го по 27-го были проблемы, поскольку повышать жалования им уже не хотели, а был пересчет. — А ты что-то разыгрался у них. — Да, действительно. А с 27-го года и по закрытии 38-го года Институт «Красной профессоры» вообще оказался в ведении ЦИК наравне с Институтом «Мозга» Бехтерева, наравне с Институтом народов севера в Ленинграде. И они, действительно, и слушатели, и профессора уже шли по особым ставкам. Например, на 38-й год стипендия слушателя составляла около 300 рублей. — А сколько буханка хлеба стоила? — Дело в том, что мы здесь, конечно, должны учитывать децентный коэффициент. Мы должны учитывать... Здесь я выйду на то, о чем вы спросили. Мы должны учитывать цены частного рынка, цены государственного рынка, цены кооперативного рынка. Это много, учитывая то, что существовали закрытые распределители, где продукты отпускались ниже оптовых цен. — Это предтеча магазина «Березка», да, я так понимаю? — Ну, это повседневная практика 20-30-х годов. — Или военторги какие? — После военного коммунизма. — Смотрите, получается, что вот этой системой, Институтом красных профессоров, сделали следующее. Ну, насколько я вот это все понимаю, просто наука стала более массовой, и туда пришла новая кровь. Кто смог себя проявить, тот остался. Кто не смог, тот стал управленцем или просто ушел из этой системы. — Ну, и работал на предприятиях. — Не, на предприятиях они не работали, но... — Не руководили. — Я здесь, меня скорее зацепила другая ваша мысль о том, что массово. Я не могу сказать, что это было массово, потому что количественный выход был небольшой у Института красных профессоров. — Но все-таки больше, чем частная практика существующих специалистов до этого? — Нет. — Нет? — Хорошо, просто поменяли одних людей на других. — В каком-то процентном соотношении, да, безусловно. — Но идея себя не реализовала, по большому счету. Все вернулось. — Нет, 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 я отвечу интереснее на ваш вопрос. Дело в том, что командные посты были заменены выпускниками Института красных профессоров. — Вот и все. — И вот это уже генеральная линия, это уже линия развития и изменения научного знания. Не все, не всегда, но... — У идеологического руля встали нужные люди. — Конечно, партийцы и... — Все. — А вы как сидели со своими пробирками, там, профессоры, так и... — Да, да, и сидите, работайте. — Спасибо. — Спасибо огромное. Мы ждем еще продолжения лекции, нам очень понравилось. — Спасибо. — У нас в гостях, хочу напомнить, была Евгения Долгова, кандидат исторических наук, доцент российского государственного... — ...гуманитарного университета. Спасибо большое, будем читать книги. — Спасибо большое за очень интересный диалог. — Взаимно. — Очень приятно. — Приходите к нам еще. До свидания. — Спасибо. — Спасибо. — Продолжение следует... — Спасибо.